художников, постоянно действующие. По-моему, на улице Сакко-Иванцетти был дом, какая-то изба. Эту избу немножко отремонтировали. В Свердловске. Да, в Свердловске. И стали выставлять там, значит, картины. Естественно, как и все, я там торчал, ночевал и, так сказать, дневал. И однажды, придя туда, я увидел серию картин. Я не буду называть фамилию художника, я помню. Но я не буду называть эзотических соображений. Вдруг он жив, я не хочу его видеть. И что, почему мы все время не называем? Ну, хорошо, по-моему, его фамилия была Кабанов. Хорошо. Я могу ошибиться. Значит, я могу ошибиться также в названии серии картин, которая была выставлена. Но я скажу так. Опыт половой жизни. Называлась серия... Прекрасная тема. Прекрасная тема. На целой серии картин, развешенных вдоль стены, были изображены эпизоды Саития между мужчиной и женщиной. Причем, что меня совершенно потрясло, показывались не гениталии, а показывались только их лица. Да? Так сказать, в разных позах, в разных соотношениях, там, в разных ракурсах. И это было так интересно, что когда я дошел до третьей картины, я решил сам для себя, что с художником Кабановым я познакомлюсь обязательно. Сейчас подойду к организаторам выставки, узнаю телефон, адрес, приеду знакомиться, дружить. Это крайне интересный человек. Когда же я дошел до последней картины в этой серии, она представляла собою пустую рамку, в которую был вставлен лист бумаги с надписью «Знакомство с автором категорически не рекомендуется». Прекрасно. Замечательно. Вот этот эпизод очень хорошо иллюстрирует то преломление темы художника-зритель, о котором я сейчас хочу поговорить. Меня страшно интересует вот какой феномен. Очень многих зрителей, может быть даже всех, страшно тянет к художнику. Однозначно. Правда? Тянет познакомиться, стать другом, узнать этого человека поближе. Что делать категорически? В 99% случаев знакомец с художником ужасный, мрачный, совершенно ядно, отвратительный, мерзкий тип, психопат, с жуткими совершенно манерами. Это если еще повезет? Это если еще повезет, а то просто какой-то идиот, простите, и дебил, да? Вот ведь что на самом деле меня изумляет. По какому принципу Господь выбирает, ну скажу, не Господь, абсолютный разум, устроить это? По какому принципу абсолютный разум выбирает некую личность, через которую он будет проводить в мир комплекс своих идей? Не абсолютный разум, а абсолютная случайность. Не поэтому? Хорошо, абсолютная случайность. И поэтому твой вопрос не имеет смысла. Не по какому? Имеет. Нет. И опять же прекрасно об этом говорит Бродский. Он говорит о том, он словом, он Богом здесь называет язык. Он говорит о поэзии, да? Он говорит, язык, выбирая поэта для проведения своей идеи, совершает не этический, но эстетический выбор. То есть вот, да? Поэтому не случайность. Для того, чтобы через тебя спустили в кавычках какую-то идею в этот мир, ты должен обладать соответствующим уровнем мастерства. я имею в виду, говоря о случайности, почему именно ты этим обладаешь? Ты должен... Ответа нет на этот вопрос. Нету пока. То есть ты должен обладать соответствующим уровнем мастерства, ты должен говорить или писать, или там, не знаю, музыку писать, да, с определенной интонацией, в некоем определенном ракурсе, иметь определенный угол зрения на мир. То есть вот быть... То есть быть тем, кого принят называть художником. Короче говоря, что такое художник? Это идеальный проводник идеи. Идеальный проводник идеи это автология. Но тем не менее. Очень красивая это автология. Идеальный проводник идеи, да? Вот это зритель должен понимать. Увы. Увы. Потому что вот то, что я вижу, это просто, ну, я вижу, как раз за разом идет вот этот вот танец, как он называется, когда в реке в кругу. Сертаки. Да, сертаки. Я вижу сертаки, исполняемые миллионами на раскаленных граблях. Вот эта вот тяга к художнику, она совершенно не должна. Потому что вы-то, когда тянетесь к нему, совершаете этическое стремление. А на самом-то деле там ничего этого может и не быть. Не обязательно, кстати. Может оказаться прекрасным человеком. Бывает и такое. Скажем, говорят, что Гёте, вот эта книга, как его? Разговор. Эккерман. Эккерман. Книга Эккермана «Разговор из Гёте». Он говорит, что Гёте был, ну, превосходен во всех смыслах. Но это исключение. Вот. Да. Поэтому вот, уважаемые зрители, вот ведь что, так сказать, не надо знакомиться, а уж тем более выходить замуж и общение. Да, потому что Хефиц такой вообще мерзкий тип. А Хефиц тут при чем? Ну как, он тоже местами автора. Нет, подождите, художник Хефиц или нет, это будет только после смерти Хефица. Так-то прижиме… Ну не будем ускорить этот процесс. Ну это, да, не знаю. И потом он хоть немножечко, да, женат. Поэтому всем просим успокоиться. И потом жена, когда… Нет, слушай, действительно, я вот сейчас вспоминаю, подожди, бью, 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 бью. Моя жена мои стихи знала до того, как мы с ней… А, нет, подожди-ка, да. Мы с ней познакомились. Нет, мы с ней познакомились на почве песен. То есть она сначала услышала песни, а потом она познакомилась… Нет, она услышала песни и познакомилась со мной в один день. Ну а я, кстати говоря, и… Не препятствую. Это во-первых. А во-вторых, она достаточно часто говорит, что я очень тяжелый человек, с тяжелым нравом, и так что… Она только подтверждает… Ну не знаю. Да. Мне, конечно, виднее. Вот, да.